Доброе утро, у микрофона Михаил Шахмазаров. Очередной 20-й юбилейный выпуск на канале Шах и Мат. 19 тысяч подписчиков. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, которые поднимают видео в рекомендациях Ютьюба. И колокольчик, чтобы знать о очередном выходе. Ну что, Алексей Навальный, страдалец Сиаруси, ликвидирует ФБК, фонд по борьбе с коррупцией. Подорвался он на слове «школьник». Помните, как школота ему отстегивала с обедов донаты на его существование? Комбинат «Московский школьник» подорвал Алексея, который вместе с Любой Соболь обвинил это предприятие в том, что вспышки дизентерии в московских школах появились благодаря питанию, поставляемому школьникам. Алексей сказал, денег у меня нет. 29 миллионов рублей ему надо заплатить. Деньги на самом деле есть. И денег есть больше. Просто Алексей, он как грамотный бизнесмен, хочет открыть новую структуру, на которую опять нужны будут деньги, которые будут вновь посылать школьники и студенты. Пока всю эту шнягу не запретят сверху. Ну что, пока не придет на смену Максим Кац. Максим Кац, он сказал, я стал настоящим яблочником, этот молодой Максим, 30-летний Кац. Ну, блядь, ты ж сопьешься там в яблоке, там же непьющих людей практически нет. Там партию давным-давно пора в Сидор переименовать, блядь, перебродивший причем Сидор. Яблочник ты настоящий. Ты настоящий игрок в покер, Макс. И хороший цветочник. Вот тебе надо, нужно было им и оставляться. Оставаться. Ну, оговорился, но бывает. Так, к международным новостям. Саммит ЕС прошел. Прошел саммит ЕС в Брюсселе. Они там переругались все в пух и прах. Потому как премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Рюте. Он решил взять на себя роль, значит, рулевого такого после выхода Англии, после Brexit. Он решил всеми рулить. Ну, вопрос шел о чем? О субсидиях. Субсидии предполагались Макроном и Меркель на сумму в 500 миллиардов евро. Это после ковидные, так называемые, субсидии. Потом сумма дошла до 375. Причем за эту сумму голосовали Рюте, ратовали, вернее, премьер-министры Австрии, Швеции и Дании. Да, Швеции и Дании. 375. Сторговались на 390. Причем итальянцы сказали, Кондас сказал, какие они прижимистые. Виктор Орбан Венгер сказал, это голландец во всем не виноват. Недолюбливает он вас. И с ним согласился премьер Болгарии Бойко Борисов. Вообще, после того, что произошло с Болгарией, а это нищая, бедная страна, там премьер-министр должен носить имя и фамилию Дрочка Дрочков. Потому что страну задрочили в корень. Я уже не говорю о Румынии. Там Дроческу должен быть принят. Что-то я сегодня расхулиганил с утра. Но в итоге переругались. Даже Макрон кулачком стучал по столу, будучи не согласен с некоторыми инициативами. Но знаешь, что самое интересное? Припугнули страны о Польшу и Венгрию. Следующим образом. Если вы будете пропагандировать свои христианские ценности в ущерб ценностям гомосексуальным, мы вас лишим денег. То есть, это знаете, как выглядит? Приходит к вам человек в семью, допустим, богатый, и говорит, я вам дам денег, но чтобы все члены вашей семьи стали пидорасами или лесбянками. А вы вообще в своем уме, что я же человек богатый. Вы от меня зависите, допустим. С сегодняшнего дня вы попали в мою зависимость. Попали люди. И вот он хочет, чтобы все в этой семье стали пидорасами. Вот так же себя абсолютно ведут лидеры Евросоюза. Ну, насчет поляков у меня сомнений с Венгрией нет. Они соскочат. Не зря же злотую не отменяли. Просто вопрос, когда. Идем дальше. Ванс. Но это новости. Я тоже не знаю. Где моя, сука? Где моя, тьки? Ну, это вот. Эта новость есть. Ванс ла стартовал лакер хиппи. Мэс не жит или боятся. В следующий месяц придется ездить в магазин ВАЛГ. ВАЛГ. Это граница с Латвией. Там ВАЛГ и ВАЛГ. Значит, хиппи прибудут от тысячи до трех тысяч человек. Говорят, что все зависит от комаров и прохладного климата. Ну, что там хиппи, знаете, как в палатках? Что там климат? Они перепутся там в этих палатках. И все будет нормально. Комари, знаете, как они, наоборот, травят. Усиливают. А, ну, кстати, лакеря хиппи, они были еще в советское время. Да, вот на территории Эстонии. Эта традиция как бы осталась. Самое, знаете, интересное, хиппи по всему миру, по фемерали. А вот в Эстонию тянутся такие самые медленные, которые и за прокрессием нахуя не успели. А ну, вот это были новости Эстонии. Да, разбавил немножко. Да, действительно, хиппари едут в Эстонию. Так, что там у нас? О, вот эта новость. Просто прекрасная новость. Просто прекрасная. Прокуратура Краснодарского края начала проверку ОАО. Помните, была такая реклама? ОАО Кавдорский ГОК. Я еще думал, что такое ГОК. Горно-обогатительный комбинат. Как раз появлялся такой на экране. Мыли деньги через рекламу. А, значит, Обширонский Водоканал. В Краснодарском крае есть такая организация. Значит, против них возбудились. Они решили на сайте госзакупок разместить заявку на Кадиллак за 5 миллионов рублей. Дальше новость просто, блядь, разрывает. Просто она разрывает. А Кадиллак какой? Бежево-коричневого цвета кожа дышащая. Панорамный люк. Пакет курильщика. Беспроводная зарядка для телефонов. Знаете, что потом выяснилось? Да просто вообще. Ну, жалко людей. Оказывать, в пресс-службе предприятия сначала объяснили закупку ошибкой. Якобы специалисты покупали экскаватор T-Rex 825, но случайно заполнили и заявку на Кадиллак. У меня так друзья в Москве заказали как-то осетинские пироги, хачапури и пиццу, а закончилось все элитными бледьми, дорогущими. То есть ситуация известная. Все, заявку уже отозвали, ничего как бы не было. Но сама ситуация, конечно, очень и очень смешная. Эскаватор и Кадиллак. В принципе, какая хуй между ними разница, правда? Вот. Так, идем дальше. Филипп Киркоров. Филипп Киркоров сказал, что члены моего коллектива еле выживают. Ну, у нас же должны быть новости этой папсы горимой. Кто на мойку устроился? Машины быть. Ну, жалко людей на самом деле. Кто-то разносчиками еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация, сказал Филипп. Ну, и сам бы пошел бы в колхозе, павпахивал. А еще он добавил, как минимум потребуется два года, чтобы эти люди, чтобы люди наши, вообще вот люди, мы, я, вы, он, она, как поет Жигура, пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей. Ну, Филипп Бедросович, да вы охуели, что ли? Вот за эти фанерные песнопения такие деньги платить? Ну, о чем вы говорите? То есть, через два года, да. Ну, и что? Он рад еще чему? Вы не поверите, я наконец-то рассмотрел своих детей. Я увидел их. Я ведь все эти 8 лет, пишет Филипп, колбасой мотался по стороне и совсем их не видел. Ну, это о вопросах суррогатного материнства. Колбасой он мотался, да. А в нем какие колбасы мотаются? Ну, ладно, не будем об этом. Кстати, Марк Рюте, вот этот премьер Нидерланда, возвращаясь, я вспомнил, на встрече с Владимиром Путиным в преддверии Сочинской Олимпиады он поднимал в беседе с Путиным вопрос, первый вопрос, какой он понял, знаете, о сексуальных меньшинствах. Ну, чтобы вы понимали, кто сейчас рулит Евросоюзом. Киев выразил в Москве протест в связи с посещением Путиным Крым. Ну, ребят, ну, это уже правда смешно. Ну, вы еще Вову поставьте вот в одиночный пикет где-нибудь там у российского посольства. Пусть постоит, вспомнит КВНское прошлое, людей посмешит. Ну, какие протесты? Вам-то самим не смешно? Это я понимаю, есть какие-то дипломатические нормы. Но, тем не менее, прекрасная новость, великолепная новость пришла из Министерства обороны. Разработана вакцина от COVID-19. Все люди, которые, значит, выступали в роли испытателей, у всех обнаружены антитела. Никакой побочки. Побочка, конечно, есть от любого лекарства, но новость действительно великолепная. Так, поздравляем российских медиков с таким серьезным успехом. Так, что там еще? Госдеп внес Кадырова в черный список с детьми и с женой. Господа, ну, это действительно смешно. Вообще, почему вы не переименовали еще черный список? Негры обидятся. Начнут, они если узнают, что они черных списков, они скажут, а где же белый список скоты? Ну, действительно смешно. Вот правда. На фоне того, что творится сейчас в Соединенных Штатах Америки, а там продолжаются беспорядки, особенно в Портленде, вводить такие меры как-то действительно. Вот хорошую новость сегодня прочел, удивился. Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ. Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ. Думали ли мы, когда смотрели пацанами этот фильм «Ника», что увидим такую новость, которая попадет в главный? Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ. Ну, что там у нас еще? Да больше, наверное... А, вот эта новость. Вот эта вот новость. Ей, наверное, и завершим. Под Одессой монументального Ленина переделали в болгарского виноградаря. В Одессской области один из неснесенных еще монументов. У них идет программа декоммунизации. И они из Ленина сделали молдавского виноградара. Вот видите? А я вот думаю, молдаване же могут тоже как бы обидеться, сказать, вы зачем из коммуниста Ленина? У нас же тоже декоммунизация идет. У них там всем декоммунизация идет, у всех сделали виноградаря. Ну, я вам могу сказать, ребят, ничего удивительного. Если вы из прославянского языка и древнего русского хуй пойми, что сделали, то, что вы в виноградарь Ленина превратили, ничего удивительного нет. Главное, продолжайте декоммунизироваться, продолжайте реформы, и все будет в порядке. Ну, в кавычках, конечно, за кавычки. Кстати, посмотрел сегодня очередной ролик белорусского ресторатора Прокопьева. Там уже полное индийское кино. Он знаете, что говорит? Штаб, я жду ваших указаний. Я готов помочь всем. В Белоруссии есть светлые умы. Мы выйдем. Мы не решим этот вопрос путем выборов. Ну, то есть он призывает к вооруженному восстанию людей. Сидя в Сингапуре. Сидя в Сингапуре. То есть это явно лидер, который финансируется из-за рубежа. Он говорит, я готов помочь, чем смогу. Естественно, денег у него не выпросишь, но финансирование, видимо, выделено. Ну что, вот такие новости утренние. Надеюсь, увидимся вечером. Да, тут было несколько вопросов, на которые я отвечу. Мол, будет ли этот формат постоянно, не стоит ли перейти в жанр интервью? Я могу сказать такую вещь, что жанр интервью – это очень серьезный жанр, который требует подготовки. Серьезный, требует огромных сил, потому что один человек не может справиться, нужна продюсерская группа. Поэтому пока вряд ли, пока формат будет именно таким. Я думаю, что он должен в конце концов зайти. Что говорит, да уже зашел. Подписывайтесь на канал Шах и Мат, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям и знакомым. Подписывайтесь на изоленту, на кота Костяна. Для вас работал Михаил Шахназаров. Продолжение следует...